ну что привет ребята снова сижу в машине то за дочерью то за сыном этот раз приехал за дочерью сейчас школы то блин на два-три часа и опять домой два раза в неделю сегодня хочу у меня такая мысль вчера было думаю блин надо с вами на эту тему пообщаться рассказать вам мое мнение и надеюсь вы в комментариях тоже об этом отпишитесь ваше мнение и так далее хотя это очень редко что пишите но все же а вдруг вчера сидели вечером на диване с сыном я теперь не знаю как мы на эту тему пришли но он не что-то давай рассказывать о том что произошло в америке да что какой-то полицейский полицейский там начал типа издеваться над черным человеком да вот это мне так сын рассказывать я я такой сижу ему такой не понял говорю откуда говорю ты это чё знаешь ну горит я по телевизору смотрел есть одна такая детская передача как вроде она называется то good и фау что лечит такое короче там но очень часто рассказывают интересные вещи да там вот географию немножко да там того того зацепляют там про зверей и так далее у меня сын это очень часто любит смотреть вот ну и говорит что там короче полицейский потом убил человека и он прям и не рассказывает как это происходило да вот как бы вот такую информацию всем не новую всю историю то вы сами знаете что произошло в америке что происходит сейчас там есть и знаете и я себе вообще меня сразу такая мысль была что блин тебе 10 лет да и ты знаешь такие вещи что происходит сейчас в мире часто бывают тоже такие разговоры сынулька у меня спрашивает чем я в детстве игрался какие у меня были игрушки или был у меня там компьютер или телефон и так далее и тому подобное какое вообще чего раньше все о чем чем было да там чё почем короче вот но я ему всегда разъясняю я говорю сына столько как вы сидите дома я говорю летом нас вообще мы за то что рано приходили нам еще в тык давали ну как бы примерно так было до чем пришел так рано да вот как бы это у всех так было это не только у меня игру нас детства говорю было мы утром просыпались стакан молока сахар хлеб с сахаром и и нас не было чудеса творили от а до я я как-то ему показывал как мы на раньше на велосипедах ездили до под рамкой вот так вот так он посмотрел на меня говорит папа ты говорит как ты можешь как в цирке говорит выступать игра ты так сможешь поехать на велосипеде он грудня я так не смогу я говорю давай попробуем ну и что-то у него это он он даже не это сама не понимает как я вообще могу ехать на моем велосипеде которые вы наружу не раз видели может в моих видео вот и как бы у детей сейчас совсем другое понимание и у меня такая мысль вчера была в нашем разговоре что а вообще надо детям вот это вот знать вот как бы да вот скажем вот так зачем им скажем засирать мозги вот такими вот информациями что где произошло там что вот вообще в мире то происходит ежедневно тысячи как таких каких-то либо там убийств и так далее и тому подобное а тут именно вот детям рассказывают о том что вот черного человека вот такое с ним сделали такое с ним поступили и так далее и тому подобное букла в буквально сегодня утром я сидел смотрел и в бильд и да есть такая газета в германии которые о которой очень много идут споров что там много лжи и так далее и тому подобное но это блин в каждой газете да но я частенько смотрю в интернете бильд и и там новости немножко да и опять там застрелили одного афроамериканца да и показывали body cam до который вот цепляется здесь у полицейских как это все происходило и так далее но вот это очень такая сложная тема да как бы правильно или неправильно вот сейчас опять полицейского и короче то есть опять опять полицейский чернокожего и так далее и тому подобное сейчас это опять каша все сильнее сильнее заваривается да а белых чего они не стреляют да или вот там не за мексиканцев там или еще кого-то или там вообще я не знаю вот почему вот такой вот подымает такой кипиш я опять кто теме что зачем детям вот это вот все вот такое вот знать зачем им засирать мозги я считаю что ребенок он должен просто быть ребенком и я вот почему говорю что вот например как меня сын спрашивает как у меня там детство то да сюда нас вообще это не интересовало нам да понятно что сейчас все это информация кругом со всех щелей она сыплется зайди там в любую там соцсети везде там какие-то новости чего-то кого-то для чего это все мне как по мне должно быть еще сильнее как бы быть контроль над детьми чтобы они вот эту информацию не принимали вот так близко к сердцу там допустим да там неизвестно чё за извилина может в какую сторону повернуться у этого ребенка когда он тонн такие вот ему новости говорят для чего должен ребенок все все там ну не все но многое знать что происходит в мире для чего мы это в наше в наше детское время наши годы об этом ничего не знали и чем мы сейчас какие-то не до недоумственные какие-то не умства разве разве ты да как правильно это выразиться на русском языке да что за бред зачем детям засирать мозги игру у меня в детстве мне только одно было интересно это знать когда чипи дэйл шел на мультик или там мишки гами или там да этот дональд дак там какой-то мультфильм там по субботам у нас вроде или пятницами или по субботам вроде бы в четыре часа вечера что-то такое там да было что мультик посмотреть я помню надо было прийти обязательно домой домой не обязательно там по солнцу там смотрели ли как там сколько время вот и я да это было в субботу я знаю что потом суббота типа банный день там в деревне многие шли там общественная баня была там мужики с мужиками и отец всегда мне тоже собой брал в баню вот я помню вроде да это было в субботу в четыре что-то такое ну и потом короче банный банный вечер был вот и для чего вот у меня не перестает быть этот вопрос в голове для чего детям вот так засирают мозги чтобы они были он умно развитые чтобы они понимали принцип жизни или что да блин вы показываете им больше мультики да сейчас даже за мультики то говорить он бывает у нас мультфильмы какие-то там включится просто кошмар там какой-то я не знаю у нас мультики были эти раньше дональда как там они на самолетах там летали там какие-то там клады искали и то и все там и третье пятое мишки гами как выпьют свой напиток там это а да получается тот напиток что они сейчас выпивали сейчас до red bull да чтобы детям уже сейчас с ранних лет типа надо энергические напитки пить и я очень часто вижу что дети идут там школьники я не знаю я снял это зеркало поэтому она у меня в руках дети идут школьники и пьют там какие-то энергетические напитки я своей всегда говорю уже тоже подросток до 14 лет будет всегда говорю не вздумай такую хрень покупать это это все нездоровая канитель я сам по себе знаю я выпью там выпивал раньше там бывало там попробуешь типа но это же интересно так же самое сейчас это молодежь думает блин у меня в натуре как будто крылья вырастали после этого red bull red bull red bull как-то на него кто говорит поэтому вот такой вот у меня вот как бы я говорю вчера вот такой вот разговор был с ребенком и и он мне рассказывает рассуждает и мне прям втирает как это для чего это он так почему это так сделал неужели нельзя это было по-другому и это еще и 3 5 10 это видимо он посмотрел в телевизоре я говорю вот именно наверное вот в этом канале который вот я вам сказал да и я его спрашиваю а вы в школе тоже на эту тему что-то разговаривали там у вас были с учительные какие-то там разговоры и тому подобное он говорит нет в школе у нас таких разговоров с учителем не было но научить как их жить сейчас в данный момент с этой корона их уже по-любому научили да я сейчас стою за как уже сказал приехал за дочерью в школу и ту неделю я ее привез и она вышла я смотрю за ней да она пошла там ее стояли ребята уже возле деревьев там да и каждый стоит найти на расстоянии вот и она идет и цак и сбоку там сидела ее девочка с класса и она ее увидела о и подходит раньше было подходили дети к друг другу и они обнимались вот знаете девчата не обнимутся там и там тудым-сюдым ну как как нормально да а сейчас я смотрю она подходит эта девочка вскакивает так так а и это а блин да типа было же что-то да и они стоят друг от друга там на расстоянии каком-то да и с друг другом общаются вот видите как воспитали быстро детей не знаю страшно все это дело как по мне мне кажется это не должно быть с детьми вот такое вот так вот дети ребенок должен быть ребенок и чем дольше он будет ребенком тем это лучше вырастить и вырастет и знать всемирные проблемы где кого чего кого как за там не знаю там какие-то преступления так далее это придет еще раньше времени чем быстрее чем это надо ну вот в наше время это приходит уже вот в такие малые годы ранние годы и короче кошмар какой-то короче какой-то кошмар я ему говорю сына ты не смотри такую всякую хрень смотри вон какие-нибудь когда там были какие-то там эти вчера он смотрел вот например после этого мы сидели потом и он потом уже правда такие вот интересные вещи понимаете она уже поздно вечером вчера шел там документальный фильм про как в сибири там находят все больше и больше костей мамонты да и так далее и тому подобное но на самом деле интересно он сидел с такими глазами смотрел но уже было 10 часов вечера я говорю сынок надо идти уже выключаться надо идти спать и буквально там 10 минут мы не досмотрели все отбой значит отбой вот лучше бы вот такое больше детям показывали да там натур висеншафт да там как это на русском сказать натур висеншафт ну как бы биологию и и так далее там растения чем вот такие вот всякие дебильные вещи такая вот у меня мысли ребят думаю с вами поделюсь и надеюсь что вы крепко будете отписываться в комментариях по этому поводу ваше мнение очень интересно как бы да давайте подискутируем последний раз провел стрим позавчера ребятам очень понравилось сказали опять чаще проводить стрим надо серега я стрип ты фау ребята переходите по ссылке в описании оставлю он мне задонатил даже первый донат на моем канале это вообще мне мне очень стало интересно как это все пройдет серегин канал ссылку оставлю в описании и в конце видео вот сразу можете нажать на ссылку и также сама подписаться на этом все ребята коммент лайк до следующего видоса старайтесь поставить коммент и поставить лайк все всем пока ребята